Наиболее существенной проблемой на федеральном уровне сейчас является финансирование кампании по выборам депутатов в Государственной Думе. По сравнению с нашей заявкой, в настоящее время Минфин предлагает нам на 4 миллиарда меньше. При этом предлагает сократить прежде всего оплату труда участковых и территориальных избирательных комиссий. И фактически по их расчетам мы должны вернуться к оплате труда на уровне 2007 года. Мы с этим не согласны. Мы закладываем цифру 60 рублей за час работы, дополнительную оплату труда из всех источников. И даже в случае, если Государственная Дума примет бюджет в нынешнем своем виде, мы сохраним уровень оплаты труда участковых и территориальных избирательных комиссий на уровне 2011-2012 года. В 2016 году будет напечатано свыше 200 миллионов бюджетеней. Все остальные расходы мы вынуждены будем существенно уменьшить, практически отказавшись от традиционных форм информирования избирателей через плакаты, через видеоролики. От всего этого придется отказаться. Нам с вами предстоит использовать иные способы информирования избирателей через интернет, через средства массовой информации, путем личных встреч с избирателями и так далее. Также мы вынуждены будем сократить расходы на командировочные. Будем больше общаться по видеоконференц-связи. Также будем по видеоконференц-связи разбирать и жалобы. Это уже сейчас надо продумывать систему информирования избирателей и все, что связано с двуязычением. В бюллетене, скорее всего, у вас, как обычно, будут на двух языках, поэтому нужно заранее прикидывать, какую сумму обойдется печать бюллетеней. В бюллетене, скорее всего, будут обычной формы, в виде, может быть, длинного формата, потому что, еще раз хочу сказать, пока мы не убеждены в том, что бюллетень брошюра будет, просто это удорожает примерно в четыре раза.